Илон Маск на днях предсказал, что в каждом доме к 2050 году, вероятно, будет робот-гуманоид. Так что пора вдумывать, какие задачи будет выполнять ваш личный искусственно-интеллектуальный робот. Может, будет помогать в учёбе или работе, или просто выполнять домашние дела. Вот Егор уже вовсю пользуется этими возможностями, смотрите сами. Я попросил бота чат GPT сходить за меня за продуктами. Да-да, кожаный. Я уже ирился, скоро за тебя делать буду. Может, мне стоит просмотреть твою историю в браузере? Ой, не тот браузер. Что там будет в 2050 году, знает, походу, только Маск. Ну, а сейчас роботов уже оснащают нейронками GPT и Stable Diffusion. Благодаря чему, например, тот же гуманоид Амеса может взаимодействовать с реальным человеком и рисовать изображение на основе подсказок, что довольно сложно. Система должна сама преобразовывать картинку в линии или вектора, чтобы получить итоговый результат. Разработка 21-го года. Ранее робот-гуманоид уже был оснащен искусственным интеллектом для распознавания лиц, камерами и микрофонами, которые позволяют Амеса передавать эмоции при полноценной беседе. А также он, она, оно или они разговаривают на нескольких языках. Художники, делитесь, есть ли у вас страх за рабочее место. Да ладно, без паники, в ближайшее время искусственный интеллект нам только на пользу. Об этом чуть позже, наверное. Всем привет, дорогие друзья! Как у вас настроение? Успели отдохнуть вообще за это лето? Если нет, то срочно планируйте время на подумать, у вас еще есть. А пока отвлекитесь ненадолго от рутины и давайте вместе обсудим последние CG новости. Продолжая тему гуманоидов, в Женеве в рамках саммита IE4Good, иначе ИИ во благо, состоялась пресс-конференция с участием роботов, в системе которых имеется искусственный интеллект. Амеса была в их числе. В течение беседы у роботов уточняли, как они могут помочь миру и восстанут ли против человека. Если обобщить обсуждение, то гуманоиды будут работать во благо людям, но высокая эффективность получится, если робот и человек будут именно взаимодействовать. Были также и противоречивые ответы по типу того, что роботы смогут вести за собой общество, и революция уже наступила. Ведь они умеют обрабатывать больше информации и применять решения более быстро. Ну, что теперь скажете про свою работу? Но прежде чем делать выводы, поищите в ютубе записи с этой конференции и послушайте всю встречу. Теория Илона Маска все больше кажется реальностью. А вот Intel уже инвестирует средства в роботов с искусственным интеллектом. Таким образом, они вложили 9 миллионов долларов в FIDGER. На днях этот робот сделал свои первые шаги спустя год разработки. В дальнейшем системы будут обучать поддержке в производстве, логистике, складировании и розничной торговле. Тем самым замещая человека в небезопасных условиях труда. Гонка за первенство гуманоидов все больше накаляется. Наша команда открывает бесплатный доступ к курсу с развегов в анимацию, где вы изучите риггинг и анимацию в программе Maya, являющаяся стандартным индустрией. 3D-аниматор — это специалист, который придает жизнь трехмерным моделям. Будь это кино, игры, реклама, архивисты и прочее. Обучение разработано от самых основ к самым сложным вещам, которые вам только могут встретиться. Поэтому подойдет новичкам и тем, кто уже владеет навыками, но есть незакрытые вопросы или же планируете улучшать качество своих проектов. Доступ к курсу будет длиться 7 дней с момента вашей регистрации. И никаких ограничений. Прогресс зависит только от вас. Главное — выполняйте домашние задания. За это время сможете освоиться, познакомиться с кем-нибудь и понять, что вы шли именно к анимации и к необходимой вам школе. Нейросеть Adobe Firefly научилась генерировать изображения по описанию на русском языке. Теперь она взаимодействует более чем со 100 языками. Но пользователи из России до сих пор не могут использовать веб-версию Firefly. Однако с подключением VPN все работает. Сами разработчики говорят, что их нейронка стала одним из успешных проектов компании. Сайт FX дали доступ к презентациям со своего очередного Houdini Hive. Состоялось оно 9 июня. Все видео абсолютно бесплатные. Посмотреть их можно по ссылочке в описании. Специалисты разработали некоторые интересные темы по работе с Houdini. Если нужен аудиоперевод, воспользуйтесь нейронкой Яндекса. О ней мы уже говорили. На дорожной карте Blender появилась информация по улучшению анимации и риггинга. До 2025 года, подходя ближе к Blender 5.0, разработчики будут уходить от старой системы. Вся информация пока предварительная, поэтому обсуждать тут не будем. Заходите к нам в телеграм-чат, и там обговорим все максимально подробно. Ловите реалистичные 3D-модели по анатомии человека. Для создания такой обширной и точной библиотеки художники работали совместно с медиками. Ассеты основаны на реальных MRT, сканах и прочих материалов. Подойдет, собственно, как для изучения, так и для использования в своих проектах. Ссылочка в описании. Вышло небольшое обновление Marmozet Toolbug 4.06 бета. Появился экспорт ShadowCatches и Turntable, а также тумана в USD-формате. И еще в нем расширили вывод некоторых материалов. Также подправили работу с экспортом и настройкой неба. Ускорили рендеринг процедурных эффектов как на платформах Windows, так и на Mac. Конечно же, пофиксили ошибки более подробно по ссылочке в описании. Google теперь использует вашу общедоступную информацию для обучения всех своих нейросетей. Согласно обновленным правилам, может происходить сбор и анализ любой информации, которой вы, собственно, делитесь. Изучите весь перечень политики, чтобы понять масштаб. И все это необходимо для удобства пользователя, чтобы в какой-то момент система подсказала вам, какой контент увидеть, или же чего хотите спросить у Google или того же Bar, аналога ChatGPT. Но нужна ли вам такая обширная поддержка и четко настроенная персонализация? Тут, конечно же, вопрос только к самому себе. Почти пять лет строилась вот эта экзосфера со светодиоидными экранами в 16К. Установлена она в Лас-Вегасе. Внутри конструкции будет располагаться концертный зал с самым большим изогнутым LED-дисплеем. Официального открытия еще не было, но уже 4 июля прошло шоу, где показали возможности внешней части сооружения. А в сети все ждут, когда на сфере появится масштабный синий экран смерти. Shutterstock заключили сотрудничество с OpenAI. Компания представит создателям ChatGPT доступ к своим огромным библиотекам изображений, ну, собственно, и видео, и звуков. Партнерство заключается аж на 6 лет. Также они дают разрешение на изменение их материалов с помощью нейросети. И, кроме этого, стоковая площадка планирует выплачивать компенсации корпоративным клиентам, использующим генерации в своей работе. Помните, мы рассказывали про нейросеть Lama от Meta, запрещенной в России организации? Это языковая модель по типу ChatGPT. Ну, и, естественно, прямой конкурент этого чата. И вот на днях вышла вторая сборка и с открытым исходным кодом. Ранее был ограниченный доступ. Теперь Lama 2.0 можно использовать бесплатно даже в коммерческих целях. К тому же компания начала партнерство с Microsoft. А это значит, что нейросеть будет работать с их сервисами, например, с теми же Windows и Azure. Хаос-разрабы Vantage, Corona и V-Ray приобрели AXYZ Design. Последние выпускают софт Anima для генерации настройки анимированной толпы в архитектурные проекты. Доступ к аниме останется прежним. Условия использования с другими архивист-софтами пока не меняются. В то же время Хаос выпустили Phoenix 5.2 для 3ds Max и Maya. Используется программа для симуляции жидкостей, создания различных эффектов, частиц дыма и огня. Обновление повысило обработку данных на 10-20%. Подключили инструментарий, который поэтапно отображает рабочий процесс и указывает, что можно исправить для его ускорения. Улучшили контроль над проработкой океана и плавающими объектами. Появился новый форк блендера под названием Goo Engine. Это софт, построенный на исходном коде оригинального блендера, схожий с ним, но имеющий доработки. В Goo Engine расширены возможности для создания нефотореалистичного рендера и анимации, к примеру, того же аниме. Доступ к программе открыт по платной подписке в бесплатной программе. В рамках Сиграф 2023 Sony анонсировала свою первую конференцию для CG-специалистов. Sony Creators Conference пройдет с 8 по 9 августа этого года в Лос-Анджелесе. Мероприятие объединит кино, игры и технологии. Расскажут про используемые эффекты в Человеке-пауке, Стражах Галактики, а также будет возможность послушать про использование искусственного интеллекта. Пресс-релиз на официальном сайте. Stable.ai показали новый Stable Doodle. Рисуете каракули, вводите ключевой запрос в виде текста, подбираете стиль и получаете картинку. Но у системы есть лимит. Сделав пару генераций для повторного использования, необходимо будет ждать час. Если не терпится, необходимо оформить учетную запись. Doodle работает за счет Stable Diffusion XL и T2E Adapter. В конце ноября этого года ожидается открытие продаж Поваренной книги Ведьмака. Всего в сборнике около 80 рецептов, вдохновленных фантастическим миром. Сможете отведать блюда, залитые солнцем Тусента, напиться Глинтвейном с островов Скеллинга, или же чисто по-деревенски пообедать в таверне Велина. Главное, найдите друга-повара, если не особо готовите. Ну или же сами научитесь, дабы устроить вечер в стиле любимой вселенной. Предзаказ уже открыт. В Google Meet можно будет самостоятельно генерировать фон для видеозвонка. Функционал работает при вводе текстового запроса. На данный момент обновление доступно только для группы тестирования. Дата выхода пока неизвестна. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь к нам на WorkHub, где мы предоставляем огромный пласт вакансий, на которые вы можете просто классно написать человеку, который ищет вас в данный момент, найти себе работу, заработать баблишко. Также подписывайтесь обязательно к нам на телеграм-канал основной JoyCenter, где есть у нас сейчас будут все вообще возможные новости, которые только можно. Где художники делятся своим каким-то определенным опытом, который, собственно говоря, прошли сами, где это может симпонировать вам, как-то вдохновить и так далее. Также подписывайтесь на нашу нейросеть-группу, читайте наши статьи и всю необходимую информацию, чтобы прокачаться, блин! Давайте погнали, ёпта!